Значит, у нас сейчас секция близ докладов, и каждый по очереди, вот в той очередности, как сидит, выйдет, представится самостоятельно и расскажет, быстренький, такой кратенький, очень плотный, насыщенный докладик за 5-6 минуток. Все привет, меня зовут Дмитрий Юханов, я работаю в Индии Директив, ведущим флеш-разработчиком, много интересного пишу в блог и твиттерах. Сегодня я хотел бы вкратце рассказать о нескольких крайне полезных инструментах для отладки и оптимизации флеш-приложения. Соответственно, начну я с флеш-консоль. Это невероятно мощный инструмент для отладки с богатым функционалом. Консоль позволяет вводить данные в разные каналы. Фигово видно, конечно. В общем, суть в том, что можно разделять трейсы по различным каналам, вводя их, соответственно, в каналы с нужными названиями. Каким образом можно фильтровать эти трейсы, ну и так далее. Кроме того, есть возможность вводить прессы разными цветами, с разным приоритетом, в том числе поддерживаются HTML. Есть возможность любой сложный объект вывести и проинспектировать, полазить по его свойствам, вызвать любые методы, любые числовые значения можно поменять и так далее. В консоли присутствует продвинутая командная строка, которая позволяет делать практически все, что угодно с любыми выведенными через трейс данными или с любыми визуальными данными на дисплей-листе. С консолью можно работать удаленно. Поддерживаются внешние дополнения. Вот, например, эта консолька, точнее панелька для инспектирования дисплей-листа, она подключена как внешнее дополнение. Он позволяет пробежаться по всему дисплей-листу, выбрать любой элемент, его там поизучать и так далее. Также консольку позволяет вводить в виде графиков любые числовые значения. Так, это у нас трейс такой есть. А есть такие графики, вот, например, координаты мышки, мы трясируем, можем посмотреть на них. Также есть вывод FPS, потребление памяти, ну, как обычно, все. Кроме того, трейсы можно вводить зацикленные, я это уже показывал. Соответственно, один трейс может вводиться несколько раз. Вот, и сохраняясь на той же самой строке в общем списке трейсов. Также внешний вид подается стилизацией, то есть можно изменить его, там, может таким беленьким стать, там, и так далее. Это лишь часть, как бы, функционала, там, намного больше всего. В данный момент автор консоли работает от версии 3.0, в которой будет изменена система API внутренняя, в которой будет произведен довольно-таки большой рефакторинг архитектуры, в сторону модульности, масштабируемости и гибкости. Соответственно, это позволит легко писать свои дополнения, используя только тот функционал, который требуется. Кроме того, в 3.0 будут изменить другие улучшения. Скачать консоль можно по этой ссылке. Обязательно загляните в виде проекта, там много всего интересного. Далее я расскажу немного о мощном профайлере под названием D-Miner. Кроме стандартных возможностей, таких как вывод статистики, да, вот он так выглядит, слеживание количества экземпляров классов и получение данных образовательности методов в профайлере присутствует и в ряд уникальных возможностей. Вывод, например, внутренних событий флеш-плеера позволяет наглядно посмотреть, сколько времени эти события занимают за один ковер. Также есть профайлеров и лоадеров, чтобы позволять посмотреть, какие сетевые функции используют приложение, то есть, что он загружает, как быстро, и есть ли какие-то ошибки при загрузке и так далее. Также у нас есть возможность отслеживать жизненный цикл дисплей-объектов, когда объект создается с нуля, когда забирается из пула, когда уничтожается и так далее. Можно посмотреть. Есть возможность посмотреть, что в данном моменте на стритже отрисовывается, перерисовка. Также можно посмотреть, какие элементы отдают мышиные события. Кроме того, в майнер есть возможность получить дампы всяких вызовов и дампы сэмплов, что позволяет следить очень тонкие утечки памяти и изучить последовательность и количество вызываемых методов. Что примечательно, майнер можно подключать и как СВЦ, так и как СВФ. Соответственно, с помощью привода СВФ можно подключить майнер к любой другой флешке. Вот он, например, в YouTube-проигрывателе. Ну, это лишь часть функционала, опять же. Разработчик майнера в данный момент планирует создать специальную мобильную версию, добавить в профайлер больше функционала, исправить ошибки. Также автор планирует адаптировать майнер для обработки данных от продвинутых API для профайлера, когда они выйдут в релиз. Они называются Telemetry. Соответственно, я сегодня о них говорили тут в соседнем зале. На основе этих прайд делается платное одобрское приложение. Монокл называется. Кроме того, скачать можно все это дело по этой ссылке. Вы можете записать купон на скидку в 10% при покупке Pro-версии. Майнер бесплатный для инкоммерческого использования, но если вы хотите использовать его коммерческий, придется его купить. Теперь совсем бегло расскажу про XFL Tool. Это небольшой проект, который я изначально писал для того, чтобы облегчить и ускорить процесс локализации и устранения всевозможных костяков во фла-проектах. XFL Tool позволяет сканировать XFL или фла-проекты и выявлять разные проблемы. Например, я бы не приведил шердикт или использовать эспеширующие на мульке вложенную анимацию. Ну и многое другое тоже можно найти. После сканирования программа выйдет в ряд полезных советов по улучшению качества проекта. Также в приложении существует модуль анализа изображения в проекте. Он позволит получить рекомендации по выбору на более подходящий способ сжатия изображения для уменьшения объема конечного своих файла. К сожалению, больше у меня нет возможности выделить временную разработку проекта, поэтому я очень постараюсь его запинсорсить в течение этого лета, чтобы все желающие могли внести сверху на скачать приложение, попробовать его на своих фла, можно у меня в блоге по указанному адресу. Спасибо. Так, давайте следующий докладчик, и мы будем стараться вкладываться в время. Всем привет, меня зовут Евгений, я представляю компанию Абсолютист, организатор данной конференции. Спасибо, мне тоже дали штучку, я с собой заберу. Я являюсь продюсером и руководителем проекта по разработке фреймворка. Собственной немножко, откуда родилась идея разработки собственного фреймворка, а не использования сторонних каких-либо продуктов. мы хотели максимальную гибкость для, естественно, своих задач изначально, чтобы мы могли делать или создавать различные продукты, как интерактивные книжки, игры с механиками hidden object games, патчворки, пазлы, разные мэч-подобные игры, вот, и столкнулись с проблемой, что либо мы используем ресурсы разработчиков, это как T++, в общем-то достаточно заработающие ресурсы, не знаю, кто из разных городов, но у нас не так все, к сожалению, дешево, и, соответственно, это влияет на общий бюджет игры. Вот, и мы решили сделать фреймворк. Получилось достаточно неплохо, сейчас доступен, вы можете посмотреть, подойти ко мне, показывать без проблем через такое помещение, где мы все кушаем, там есть мониторчик, я вам готов буду таком, не спеша рассказать. Но основная идея, это мы пытаемся добиться какой-то кроссплатформенности, полноценной кроссплатформенности добиться, наверное, нельзя, но тем не менее. Среда разработки у нас поддерживается как Mac OS, так и Windows приложений, это так, где люди, которые мы называем аниматорами или кейм-дизайнеры, могут создавать свои приложения и их, в общем-то, с помощью некого дьювера, играться в игру и отлаживать игры. Плюс с компоновкой вместе с Мармеладом, представлено здесь на выставке, я думаю, все знают, кто занимается разработкой игр под мобильные устройства. Мы обеспечиваем выпуск игр под, собственно, все продукты, которые умеет делать Мармелад. Но в первую очередь это, естественно, Android и iOS приложения. При этом мы добились достаточно хороших результатов по затратам на такой доплоймент, как бы. Я не программист, я знаю одну волшебную кнопку, о которой все мечтают. При ее активации я получаю и по пакет, рад и счастлив, могу отдать на тестинг, например. Ну, либо по кашку, естественно. Все это, конечно, получилось не сразу, потому что Мармелад, в общем-то, занимает достаточно значимый процент нашей функциональности. По каким-то проблемам, с которыми мы сталкивались, тоже подходите, я с удовольствием вам расскажу. По архитектуре я расскажу, какие проблемы наверняка у вас возникают с различными резолюшенами экранов на мобильных устройствах. Как это мы все решали, я с удовольствием вам буду показывать и решать. Плюс немножко о тех играх. Да, я хочу сразу сказать, что это, в общем-то, движок для 2D. Есть физика, есть достаточно простой и понятный интерфейс. И человек, который в состоянии создавать игру, это может быть совершенно далекий от программирования человек. Девушка лучше. Всех девушкам так относятся. Но действительно, девушки очень делают хорошие продукты, они чувствуют стиль и чувствуют, как должно это быть. при этом вы тратите свое время и силы, ну и, соответственно, деньги на дизайн, на идею, на концепт, на физику, а не отвлекаетесь на проблемы, связанные с работоспособностью на разных устройствах. Это, по-моему, очень важно. Ну, в общем-то, я бы хотел, если есть какой-то вопрос успеть, вот, есть у кого-то вопрос? Всем непонятно. Тогда я буду заканчивать. Я буду рад вас увидеть в зале рядом, по-моему, там, Galaxy какой-то, 1, 2, 3, вот до 5-го. И приходите, буду вам рассказывать. Добрый день, меня зовут Артем Агафонов, представляю компанию Stellagames. Мы являемся разработчиками-издателями казуальных, флэш и социальных игр. За годы нашей опыта мы увидели, насколько важно создать игру, которая нравится как самим разработчикам, так и игрокам. То есть, когда разработчик разрабатывает игру в течение нескольких месяцев, а то и лет, потом эта мечта выходит в жизнь, это супер. Когда эта еще и мечта получает признание у игроков, да, и это вообще вдвойне супер, да, потому что признание игроков, да не только признание, это еще и размер ваших доходов, вот, от этой игры. Вот, с учетом этого мы решили сделать систему, которая унифицирует, фактически необходимо уделить 1 час времени разработчику там флэш или социальной игры и получить продукт, который, возможно, выход на крупнейшие социальные сети, такие как Facebook, Мой Мир Одноклассники, ВКонтакт, MySpace, R-Food и так далее. Вот, на крупнейшке флэш-порталах, да, как Conregate, Armour Games и так далее. Вот. Второй момент, без изменения кода игры вы сможете получать дополнительный доход от рекламы, которая будет вокруг игры. Вот, ну, при желании можно встроить внутрь игры. Вот, это наше IP позволяет. Вот. Третий момент, у нас в IP есть магазин, то есть вы, если хотите сделать для игры микротранзакции, опять же, для получения, увеличения своего дохода, вот, то буквально простым вызовом, там, в AI, там, с нашим IP, вот, вы, игроки смогут покупать необходимые предметы, ну, и платить, как бы, вам деньги. Вот, дальше наша система внутри сама, там, произойдет необходимые действия, то есть, там, купят голоса, там, ВКонтакте, мейлики, ну, там, кредицы и так далее. Вот, это все скрыто от разработчика игроков, то есть, ну, все работает. Вот. Следующий момент, который позволяет наша система, это хранение и отображение рейтинга игроков, то есть, опять же, простым вызовом, там, set-scores, там, функция, вот. Игроки уже смогут видеть, в каком месте они находятся, там, рейтинг своих друзей, то есть, все это отображается в красивеньком виде. Вот, еще разработчики, которые делали крупные проекты, там, там, MMORPG, браузеры, какие-то социальные игры, нас знают, насколько важно поддерживать комьюнити, то есть, насколько важно фидбэк игроков. Вот. Это тоже предусмотрено нашей системе, то есть, любой игрок может написать службу поддержки, вот, которые отреагируют, там, если ошибка, там, или какое-то замечание мы передаем разработчикам, там, вот, они уже вправе доработать игру, вот, или сами, там, оперативно ответим, вот, чтобы игрок получил фидбэк, вот, если застрял на уровне или еще что-то, вот. Еще важный момент, это, возможно, с помощью нашей системы продвигать свой бренд, сайт, портал, вот, тем более, представляете, да, если игра выходит на крупнейших соцсетях, это миллионы, как бы, игроков проходят и увидят все ваши игры, вот. Ну, в заключении хочу сказать, наша компания открыта для сотрудничества, как издателей, как разработчик, то есть, у нас есть уже несколько накопилось, там, бизнес-планов готовых, вот, мы заинтересованы в разработчиках или сторонних компаниях на партнерстве для разработки игры или издания ваших игр, социальных или флеш-игр в соцсетях, вот. Также мы являемся серебряным спонсором FlashGam, то есть, у нас есть стенд в зале для средних спонсоров, можете подойти, подробнее обсудим. Все, спасибо за внимание. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Черкашина Ольга. Я являюсь арт-директором компании Dynamic Pixels. Наша компания является пионером моделей фремиум. На протяжении многих лет создает игры для таких платформ, как Java сначала, за тема iOS, Android и Bada. В нашем портфолио было более 40 игр. И, собственно говоря, частью накопленного создания опыта я хочу с вами сейчас поделиться. Магия прототипа, вот в чем она, в элементарной способности видеть будущее. Дело в том, что на круглом столе это обсуждалось, по-моему, не раз поднимался вопрос, что на начальном этапе создания игры далеко не всегда ясно, каков его потенциал и вообще что за игра будет. Ну, так бывает. Можно вести долгие беседы на тему, можно лохнуть рукой и начать делать с надеждой на практику похода, а можно сделать прототипы. Полноценные прототипы, давайте я оговорю этот термин, поскольку буду его использовать, под этим я имею в виду не только функциональную геймплейную часть, но и графику близкую к финальной. Понимаете, да? Это, грубо говоря, боопатка, которая очень-очень похожа на игру, которую вы себе представляете. Так вот, полноценные прототипы мы начали делать совсем недавно. И что нас к этому подтолкнуло? Дело в том, что одна из наших предыдущих игр на iOS, она называлась Picapid, это приключение маленькой резиновой свинюшки. Так вот, на этапе концерта всем, вот показательно, всем все было ясно. То есть было ясно, как пойдет геймплей, было ясно визуальное оформление игры и так далее и тому подобное. Все теперь все ясно представляли. Но на середине разработки возникли проблемы не только с физикой данной игры, но и также с балансом и так далее. То есть мы какие-то моменты не досчитали, не буду вдаваться в подробности, но именно на середине создания игрушки возникла вероятность, потребность в очень больших переработках. Так вот, чтобы такого не было, в нашей следующей игрушке, которая скоро будет анонсироваться, которая выйдет, которая моя любимая на данный момент, мы использовали полноценный прототип. Что дает полноценный прототип? Вот такая близкая модель. Во-первых, ваш тимплей, ваш баланс, ваша механика, ваша физика все у вас на ладони. Не у каждого человека в голове, потому что согласитесь, каждый может представлять себе совершенно разные вещи. А вот она предметная. Затем, имея на руках несколько прототипов, вы можете сравнить конкретные модели игры, выводить то, что вам наиболее подходит. Затем, юзабельность и эргономика. Все, естественно, теоретически знают, если мы возьмем тач-девайсы, размеры элементов и т.д. и т.п. Где они должны располагаться, это все теория. Как это все впишется относительно вашей конкретной игры, даст вам знать только прототип. Этот прототип вы можете дать знакомым, друзьям и родственникам, посмотреть, как они играют. И уже на начальном этапе, на этапе создания задумки, у вас будет формироваться целостная идея. Это убережет вас от огромного количества ошибок в дальнейшем. Ну и, наконец, графика. Нас подтолкнуло к созданию этих полноценных прототипов именно то, что мы не могли решиться и выбрать графический концепт. Да, такое бывает. У нас было пять концепций, и каждый казался нам привлекательным. Но как каждый из них будет сочетаться с нашей задумкой, с нашими геймплеем, было совершенно неясно. Поэтому мы решили... Ну, у нас вот такой план. За месяц сделать несколько законченных уровней первого эпизода игры, то есть с финальной графикой, с геймплеем и так далее и тому подобное. Сразу говорю, что удалось сделать две трети, причем графика удалось сделать в графике, по-моему, одну треть. Нет, мы не сделали никаких анимаций. То есть фактически графика, встраиваемую в игру, представляла собой следующее. Представьте себе концепт, картинка, да? И эта графика была разрезана на статичные картиночки. То есть у нас есть фигурка, грубо говоря, человечек, который действует, фигурка объекта, который находится на своем месте, как-то программно движется. И вот это все собиралось в единую игру. В принципе, может показаться, что это тоже не бог веществу, но это очень сильно отличается по понятности от геймплеев, которые ставлены в фейки. То есть если у вас по экранчику движутся какие-то фейковые, там, зеленые человечки, грубо говоря, это очень сильно отличается по впечатлению от того, что у вас и ставленная финальная графика. Пусть не анимированная, пусть не доработная, но она в листах финальной. Так вот, это все плюсы. Три главных плюса, которые я назвала. Минус – да, вы потратите время. Минус – да, большинство материалов, которые вы сделаете, не пойдет в работу. Огромное количество сил потратится впустую, но это того стоит. Это свежий опыт. Это опыт недавних трех месяцев. Я говорю не только от лица себя, но и от лица своей компании. Если у вас есть возможность, делайте, пожалуйста, прототипы. Это сохранит вам стилы и средства в дальнейшем. У меня все. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Следующий. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день. Меня зовут Мария. Я представляю компанию REL Mobile. Мы являемся разработчиком мобильных приложений, в том числе игр и, собственно, сервисом мобильных разработчиков. И сегодня речь пойдет, как уже видно, о дистрибурции для тестирования приложений на iOS. Впрочем, мы задумались об этом, например, до года назад, когда увидели сервис TechFly. Нас настолько это удивило, и мы привыкли к проводной установке через iTunes, что функция установки Powerpoint оказалась чем-то очень удивительным и странным. Но нажимаешь ссылку в баг, и приложение стоит на телефоне. Несмотря на то, что такие технологии уже были все лет назад для других платформ, например, Java, iPad, и Android, первый вопрос был, как это они сделали, как это получается, как это работает. Оказалось, что никакой марки нет, и просто в четвертой версии iOS была добавлена такая возможность. Эта идея засела нас подолго в голову. И уже в конце дня у нас был развел собственный сервис для установки приложений по ОТО для нашего build-сервера. Безусловно, ОТО — это хорошо, но мы не будем сейчас в этом углубляться, потому что сто раз уже всем об этом рассказывали. Потому что основная проблема в дистрибуции состоит в ограничениях по UDIM. Безусловно, все, кто сталкивался с разработкой на iOS, сталкивались с классической схемой. дипломе для приложения Сталкивались с классической схемой дипломе для приложения. Глазаним Apple. Приказа представляет, как она выглядит. И сталкивались с такими проблемами, как ограничение по UDIM девайсу, то, что каждый отдельный UDIM нужно прописывать в Apple. В Apple. Портал, то, что каждое приложение содержит отдельный проезжий профайл, и обязательная пересборка приложений после смены профайла. Мы, как компания-разработчик, безусловно, сталкивались с этими проблемами не раз и решили, что так больше продолжаться не может, и мы придумали свое решение. Тогда у нас появилась идея впервые, как это можно автоматизировать. Заставить подписывать девайс у Apple это достаточно просто. Мы делаем робота, он ходит, подписывает, вызывает на нужные кнопки, и у нас есть подписанный профайл. Но наша мысль так и не поглядала в нашу голову, как полностью автоматизировать этот процесс и сделать более удобным для тех разработчиков, в том числе и издателей. Назад боятся, руки делают, и через несколько сонных ночей и литров кофе мы придумали наш сервис для дистрибуции и для дистрибуции приложений. Потом мы начали придумывать другие фичи, мы добавили крэш-репорты, сервер слайд-симбликейшн и автоматическую заливку приложений в Store. Работаем эти сервисы. Это достаточно просто. В отличие от классической схемы, мы просто регистрируем в системе, загружаем в СТК, интегрируем в ОС приложение, и мы готовы передавать любые приложения на iOS разработчикам или клиентам, как вам удобно. Такие сервисы значительно упрощают и сокращают время на разработку и тестирование iOS приложений. В основном они позволяют... Что позволяют такие сервисы сделать? Кроме того, что они упрощают только тестирование и дипломент iOS приложений. Они дают возможность автоматического предподписывания билдов, менеджмента аккаунта Apple и решают различные проблемы с Provision Confident. То есть сервис сам понимает, что у вашего клиента новый девайс, он идет на сервер, подписывает его и автоматически запрашивает людей и добавляет его в Apple вверх в свой портел без необходимости при подписи приложения. В таком случае вам не нужно делать лишних каких-то движений для того, чтобы просто передать новую версию клиента вашего портеля, например. Основные функции и возможности таких сервисов представлены на этом слайде. Мы представляем сегодня R&Up и если хотите, у нас есть буклеты и мы будем рады бесплатный аккаунт раздать сегодня для всех участников фан-конференции. Буду рада услышать, пожалуйста. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день. Меня зовут Александр Протасеня. Я хочу выйти вперед, извините, ребята. Просто чтобы как-то ближе к вам. Я работаю геймдизайнером в Hooligans Entertainment и естественно интересуюсь всякими различными геймдизайнерскими темами. Зайду немножко издалека. Нажму на слайд. Есть. В конце 19 века был изобретен кинематограф. И первые 35 лет его существования ознаменовались несколькими шедеврами, которые, собственно, признаны шедеврами, кинокартины я имею в виду, за технологические инновации. То есть первые 35 лет, можно сказать, наиболее активный рост технологии в кино. Но следующие 10 лет, то есть с 30 по 40 год примерно 20 века, кино сформировалось на 90% как форма искусства, которую мы знаем сегодня. Видеоиграм пророчат похожую судьбу. Они формируются, они растут, они становятся все более и более зрелыми. И примерно в 2007 году, ну, произвучала, скажем, такая самая громкая и самая услышанная фраза о том, что видеоигры войдут в подобную золотую эру, в которую вошло кино в 30-40-х годах. Мое главное сообщение сегодня здесь, на флешгамме для вас всех, золотая эра, я считаю, пришла. Пора делать игры, которые не только развлекают игрока, не только дают ему какой-то уход от повседневности, да, и позволяют провести какое-то время маршрутки, но также которые обращаются к нему как форма искусства, которые способны как и кино, как и книги, не только развлекать его, но изменять, трансформировать его, ну, приводить его на встречу с определенными его мыслями, его собственными ощущениями. На примере одной из игр, которые мы разрабатываем в Hooligan Entertainment, я постараюсь показать, как мы к этому стремимся. Игра на данный момент называется Padlock Isle, что по-русски просто остров невезения. Что, собственно, вы делаете в игре? Вы сопереживаете, вернее, не сопереживаете, сопутствуете девочке 9-летней по имени Бет. Это она в каске и с подушками привязанными спереди и сзади, потому что это остров невезения, и она уже в свои 9 лет очень хорошо знает все лажи, которые он умеет подкидывать. Я заранее прошу прощения, если кого-то обижает слово лажа, но просто так будет гораздо быстрее. Да, так вот, собственно, в этой игре существует два типа уровня. Сама игра, собственно, это... Я немножко скричу, прошу прощения. Сама игра, это избегание неудач, в прямом смысле слова, и смешана в этой игре аркада с чем-то около квестовым. Я объясню в уровнях, и станет чуть понятнее. Аркад на квестовый уровень, я завел его вот так. Бет бежит из точки А в точку Б, ну, соответственно, слева направо по экрану вашего айпада. Ваша задача, в буквальном смысле слова, отстреливать лажи, которые на нее приближаются. Они очень понятной формы, то есть это падающие сверху банановые шкурки, например, которые упадут на ее дороге, и она поскользнется. Это же остров невезения, она по-любому поскользнется. Это какие-то, допустим, горшки с цветами, которые падают вниз, из очень красивой герани и тому подобные вещи, которые, опять же, дадут ей покраски, и ей будет неприятно. Вы отстреливаете в буквальном смысле слова, то есть, как только вы тапаете, допустим, по банановой шкурке или по тому же горшку, он разлетается на куски, и Бет бежит дальше, поскольку ничего не встречается в своем пути. Однако на каждом уровне встречается какая-нибудь, например, ява. Яву расстрелять не получится. Ну, то есть, это очевидно. Но возле явы есть такая уж знакомина, кто-нибудь ездил в поездах, наверняка ездили, даже руки не будем поднимать. Когда мы начинаем спускаться и выходить из вагона, проводница поднимает задвижку, и там поднимается такая платформа, а за ней ступеньки. Ну, вспомнили, да, примерно? Вот такая же похожая платформа, такая металлическая пластина, она есть возле этой ямы. Сами вы сразу об этом догадаетесь, или я вам об этом немного подскажет, но вам нужно выстрелить в задвижку, соответственно, она отодвигается, платформа падает, бет пробегает к своей цели. Это аркадно-квестовый уровень, его набросы. Квестово-аркадный состоит из, в общем-то, вы выстраиваете на определенной локации, вы выстраиваете цепочку событий, которые приводят бет к тому или иному результату. Ну, то есть, ей нужно что-нибудь получить, или ей нужно что-нибудь сделать, да, то есть, ну, какой-то результат есть заложен. И здесь самая важная вещь, пожалуй, во всей игре, и она реализована именно в этом типе уровня, и называется она лажа-виденье. Сначала игра вам подсказывает, ну, лажа-виденье, собственно, это способность видеть лажа. То есть, вы видите, что может пойти не так, какие объекты могут как-то себя повести, угрожая бет. Какой-то кирпич, висящий наполовину на краю крыши, да, или полотная любая вещь. Сначала игра вам подсказывает, и, вы видите, они поблескивают немножко, и так далее, но постепенно обучение переходит, скажем так, ну, оно относится к вам с уважением. Оно сходит на нет понемногу, с той скоростью, с которой вы обретаете возможность сами видеть этот лаж. Этот лаж. И обучение в игре, тут просто есть пункт обучения, поэтому грешного о нем не сказать. Обучение в игре построено очень уважительно и максимально графически, поскольку текста хватит и так, когда построена вокруг истории. Это просто какие-то подсказки графические на экране, которые вы видите именно тогда, когда вы с чем-то не справляетесь, и мы об этом узнаем. Если вы со всем справляетесь с первого раза, то окей, молодцы, мы вас только похвалим. Дальше. В сюжете игры присутствуют козьи тропы, как мы их называем. Если вам нравятся подобные вещи, вы можете тоже сделать их в своей игре, это не очень сложно, я объясню. Есть основное шоссе, это сюжет, по нему идет главный герой. И есть козьи тропы вокруг этого шоссе, которые пересекаются с ним, по ним ходят второстепенные персонажи. Эти второстепенные персонажи периодически встречаются с главным героем. Если вы в своей игре продумаете, придумаете, будем так проще говорить, просто придумаете историю, в которой живет второстепенный персонаж на своей козьей тропе, что с ним там происходит, и как на него влияет каждая встреча с главным персонажем, то все встречи с главным персонажем будут не похожи на предыдущую, и кроме того, у вас будет возможность дать игроку способность, скажем так, углубиться, пройти по козьей тропе и посмотреть, с этим вот забавным персонажем, который там куда-то ушел, с ним что дальше случилось? Это один из способов, скажем так, разнообразить геймплей. Кроме того, есть странности. Мы сейчас разрабатываем игру, поэтому я могу говорить о самой спорной странности, которая сейчас есть, но она называется металлажа. Коротко говоря, это когда есть какая-то лажа, и вы ее видите, и вы на нее рассчитываете, берете с собой в квест какой-то предмет определенный, занимаете слот, да, у вас их там немного, а в итоге лажа не случается. То есть как бы лажа произошла с самой лажей. И вам приходится от этого уже плясать, потому что вы уже не на диване с iPad, а вы рядом с Bet на острове невезение. Финиш состоит в том, что Bet на протяжении игры она растет с 9 до 22 лет примерно мы с ней находимся. Ну естественно, вы не проживете эти сколько там, много лет, в общем, возле iPad. Но она вырастает. То есть она начинает игру 9-летней девочкой, заканчивает 22-летней девушкой. Ее главная цель, как я уже говорил, это уехать с острова. Он неохотно отпускает своих, транспорт работает так же странно, как и все остальное на этом острове. И вы, естественно, в конце игры, передавая все сложности, которые она вам подкидывает, вы получаете возможность это сделать. Но! Вы узнаете, что ваш отъезд с острова, вернее, отъезд Bet с острова, он несколько негативно скажется на жизни всех остальных. Я не буду раскрывать, как именно и почему и так далее, но просто, поверьте мне на слово, это будет блока для всех остальных. И у вас, таким образом, у игрока, у вас, как и у игрока, есть выбор. Вы можете сделать то, к чему вы стремились всю игру, и ради чего вы все это проходили, и знать, что, возможно, скорее всего, как-то это нехорошо отразится на всех тех персонажах, которые очень милые, вам очень понравились, они такие клевые, но с ними что-то случится плохое. Либо вы можете остаться. Тогда с ними, возможно, все будет лучше, вы сможете каким-то образом, возможно, им помогать. И этот выбор исключительно за игроком. Потому что, если я за руку приведу игрока к хэппи-энду, с которым он будет не согласен, это будет неполноценная победа для него, скажем так. Последнее, что я хочу сказать. Я замахнулся на игру впервые в своей жизни, которая не только дает вам какое-то веселье определенное, но также несет вам историю персонажа, который сражается с обстоятельствами своей жизни. Возможно, вернее, в моей задумке, конечно же, вы должны о чем-то задуматься и что-то почувствовать отличное, от «О, это так классно! Я хочу еще!» К чему многие из нас привыкли на айпаде. И можно усомниться в том, что у меня это получится. Естественно. Можно усомниться в том, что игры действительно так зрелые, как я сказал в самом начале. И можно усомниться даже в том, что пришла золотая аэро видеоигр. Не стоит вообще делать игры, чем-то отличающиеся от многих других. И я думаю об аргументах в этом споре и понимаю, что их масса. И мы можем очень долго спорить. И я думаю дальше и прихожу к одному единственному выводу. Вернее, выводу. Самые главные вопросы всей этой истории – это то, чего, собственно, вы хотите. Если вам нравится параллельная вселенная, от которой золотая видеоигр уже пришла, и пора делать такие вот игры, которые подходят глубоко к игроку, скажем, более глубоко, то давайте делать их вместе. Моя мысль на сегодня – золотая аэро видеоигр уже здесь. Давайте делать золотые игры. Спасибо. Перестала, Аня. Отлично. Перестала, Аж,,, , 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 . Добрый день, меня зовут Артём Ларисов. Я представлен компанию CDN Video и попробую рассказать о том, как различная рентабельность ваших онлайн-игр. Если вам интересно будет вопрос после презентации, то вы можете подходить к нам на сцене. Еще одну секунду. Кто мы такие? Мы операторы социальной сети, которые имеют свои узлы в России, Америке и Европе. Кстати, наши клиенты – это крупнейшие видеофлоктавры, телеканалы и игровые компании. Что такое система сеть? Это…